Всем привет, я Даша. Сегодня, извините, но видео не книжного толка. Заказала я себе тут в интернет-магазине под названием Altai Mag пару вещичек. И, собственно, их вам я сейчас и покажу. Вот такое посылище пришло. 2 килограмма. Давайте осмотреть. Упаковка не бог весь какая. Вот просто газетки, вот какая-то брошюрка лежит. Слева счет фактура. Вот попросила меня мама приобрести доник. Якобы для всего прям лекарство полезное абсолютно совершенно. Травушка, вот это буравушка. Ну вот в инструкции написано, что это у нас хорошо для косметических целей. Волосы, кожа лица, все вот такое. Ну, посмотрим. Медовый бальзам для матушки. Одно время мне очень понравился гель для умывания от зеленой аптеки. Совершенно шикарно снимает макияж, очищает. И при этом не надо ничего с усилием тереть. Все очень легко и просто. Поэтому вот взяла такой вот набор. Крем для рук и жидкое мыло. Не могу открыть вам, показать, потому что рвание себе. Без моих сил жизни я свою не представляю. Так что вот имбирь я взяла в первый раз. А чайное дерево используется для... В основном для дезинфекции помещения и ароматизации. Оно очень хорошо для избавления от прыщиков. Но, к счастью, я подобной проблемой обычно не страдаю. Я тут давно очень хочу для душевного спокойствия. И вообще для женщин очень... Она полезная. Значит, та, что слева положили в подарок за заказ. Обычно так делается за сумму от полутора тысяч. А справа фито-чай. Это я уже по собственному почину в корзинку положила. Так далее. Про лаванду слышала, что очень хорошо добавлять шампуньку при мытье головы. Взяла на пробу. Раньше не пробовала. Кедр тоже хорошо для волос и для дезинфекции помещений. Тоже раньше не пробовала. В фирме с такой сталкиваюсь первый раз. Упаковка мне нравится. Но, как говорится, не судите книгу по обложке. Так что будем смотреть. Очередная порция масел для чайного дерева я вам уже рассказывала. Вот то, что слева беру в первый раз такую фирму. А вот справе, радуга ароматов, это совершенно жуткая фирма. Мне не нравится ни аромат. Он слишком химозный, не дозатор. И вот тест бумагой он тоже не проходит. Вот, ну, взяла. Хапнула, так сказать, все-таки. Не в косметических целях, а так для помещений. Поэтому можно шикануть. Взять рунду. Вот. А розмарин я очень люблю при арома расчетствовании применять. Очень мне нравится этот аромат. Настоящий антигрустин. Ну вот другой фирмы там не было. На момент взятия пришлось такой брать. Да, увы. Ну, уж лучше такой, чем никакой. У нас в аптеках почему-то розмарин пропал абсолютно. Последняя зубная щетка от Рокс. Здесь такая щетина плоская, без вот этих вот перегибов. Все, как советуют стоматологи. Очень жесткая. Мне вот, я ходила к стоматологу. И хотя я не особо ей верю, она не произвела мне впечатление компетентного специалиста. Но вот она посоветовала пользоваться жесткой. Ну ладно, попробуем. Казалось бы, вы можете меня спросить, а в чем дело? Почему в интернет-магазине это подается вообще в каждой аптеке? Ага, да конечно. Если масла, например, есть в аптеке, то не больше, чем одна штучка. Стоит вот флакончик какой-то одинокий, забытый, да и то. Подойдешь к аптекарю, спросишь, а вот есть масло чайного дерева? Он такой, нет. Ты ему, а вот это вот у вас что стоит? Ты такой, а, точно, это же масло чайного дерева. То есть они даже сами не знают. И вот этот одинокий флакончик, который у них на полочке стоит, он у них единственный. При этом расход-то его очень такой, заканчивается быстро. А они новое не спешат заказывать. Поэтому когда я в следующий раз выйду в аптеку, там не будет уже даже этого одинокого флакончика. Поэтому вот этот латайм-маг, он находится тоже в Сибири, как и я. Город Абакан. Здравствуйте. Почему я разом хапнула, по-моему, машина 3000. Это же много-много разных самых масел. Плюс еще маме там приблут. И вот такой вот вышел заказ. Вроде как ничего существенного, А тем не менее набрала на приличную сумму. Ну, там где копейка, там рубль. Ну и вот так вот. Это было такое очень сильно короткое видео. Пока-пока и до скорых книг. Субтитры сделал DimaTorzok